Девушки отдыхают Один раз мама пришла и сказала, что я записал тебе в музыкальную школу на баллайку. Ну, раз мама записала, рассказала, значит, надо ходить учиться. История пишется сегодня. Легкоатлет Сергей Шубенков собрал все титулы взрослых чемпионатов Европы. Здравствуйте! В эфире информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Уже не впервые наш выпуск начинаем с информации дорожного характера. К счастью, в сегодняшней ситуации никто не пострадал. Утром в районе Нового Мостана, въезде в краевую столицу, сотрудники ГИБДД остановили пассажирскую «Газель». За рулем находился нетрезвый водитель. Его остановили почти на въезде в город. Сотрудников ДПС смутили запах и невнятная речь мужчины, который управлял «Газелью». Пассажирам 916 маршрута пришлось спешно покинуть транспортное средство и пересесть в другое. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и тест показал, что шофера действительно не назовешь трезвым. Мужчина свою вину признал, теперь материал по этому делу будет рассматривать мировой суд. Скорее всего, ему теперь предстоит распрощаться с водительскими правами на срок от полутора до двух лет. Ну а пассажирам, можно сказать, повезло. Неизвестно, какими могли быть последствия передвижения по городу с таким водителем. С наступлением теплого периода времени, года, на дорогах увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. И дорожно-транспортные происшествия имеют большую, так сказать, тяжесть. То есть люди страдают гораздо чаще, чем зимой. И в продолжении дорожной темы. Завтра утром движение транспорта по Павловскому тракту должно быть полностью восстановлено, утверждают в администрации Барнаула. Всего четыре дня понадобилось дорожникам, чтобы заменить трамвайные пути на пересечении Павловского тракта с улицей Советской Армии и проспектом Строителей. Сегодня специалисты уже приступили к асфальтированию участка. За ночь асфальтовое покрытие должно затвердеть, а завтра утром уберут ограждения и запрещающие дорожные знаки. И после отключения реверсивных светофоров движение транспорта полностью возобновят. Новый стационарный светофор на этом оживленном перекрестке планируют установить в июле. Сейчас заканчиваются конкурсные процедуры. Ну а для жителей поселка Южный нерадостные новости. Еще два дня им придется провести без горячей воды. Напомним, благо цивилизации отключили в начале июня и в конце минувшей недели вернули, но не всем. В результате подачи горячей воды на Южном после проведения гидравлических испытаний было выявлено 12 аварийных мест. Неполадки устраняли в круглосуточном режиме. Работы осталось совсем немного. Уже завтра ликвидируют два последних повреждения. Тем не менее, жителям поселка не стоит пока радоваться. Ограничения на подачу горячей воды введут завтра с 11 утра и появится она лишь 26 июня поздно вечером. Это связано не с проведением каких-то ремонтных работ МОП «Энергетика». Это связано в связи с проведением ремонтных работ на ГРС-3 в городе Барнаула. Работу будет проводить межрегион «ГАЗ» Барнаульское отделение. И горячей воды не будет, в том числе и на поселке Южном. 10 котельных на зону отключения попадает. Где уж точное отключение воды сведены к минимуму и горячее и холодное, так это за пределами России. На отдыхе за границей. Однако, прежде чем планировать такой отдых, убедитесь, что у вас нет долгов за коммунальные услуги. Иначе покинуть страну не удастся. В службу судебных приставов поступило 185 заявлений о наложении временного ограничения на выезд за границу. Больше всего должников в центральном районе 172. В Октябрьском всего три неплательщика. Однако, в каком бы районе вы ни жили, выехать погреться на солнышке за пределами страны, вам не удастся в случае, если вы задолжали за тепло и горячую воду в пределах родного города. Этот молодой человек не захотел назвать имени и фамилии. Его можно понять. Он в черном списке у МУП «Энергетик». Сумма долга, в принципе, для меня небольшая, вроде бы как 25 тысяч. Значит, не платил, но то было некогда, то времени, то уже поздно приходил с работы. Значит, а сейчас сезон отпусков, как вы знаете. Вот. Лето, наконец, началось. Хотел выехать за границу. Я вот уже отключился давно. Тех, кто хочет, но в итоге не сможет, в списках наверняка еще достаточно. Скажем лишь, что общая сумма задолженности МУП «Энергетик» гражданами составляет 5 миллионов 100 тысяч рублей. Трагическая дата в календаре. 22 июня в Барнауле, как и по всей стране, вспоминали события далекого 41-го. А в общественной организации «Доброе сердце» сегодня встречали трудных подростков. Об этом и не только. Далее обзор новостей социальной сферы. Именно 22 июня была совершена самая жестокая, самая грубая, самая бесчеловечная агрессия против нашего народа и нашей страны. Но вместе с тем 22 июня дает отчет подвигу нашего народа. В краевой столице сегодня проживает порядка полутора тысяч участников тех событий. Накануне они пришли к мемориалу славы, чтобы вспомнить своих боевых друзей. Кстати, участниками панихиды традиционно стали не только они. Десятки горожан возложили цветы к памятнику. Представители краевой и городской власти, участники военно-патриотических клубов, церковно-служители и, конечно, рядовые горожане. Ведь не зря говорят, в России сегодня нет семьи, которую не опалила та страшная война. Я сама была на фронте. И у меня погиб и брат мой погиб, и бротики. Так что, как же так? Муж у меня на Сталинградском фронте воевал. Вот, там. Так что, есть. Я не могу спокойно слушать эту музыку. У меня слезы наворачиваются. А теперь к другим темам. Сегодня на базе общественной организации «Доброе сердце» впервые началась профильная смена для трудных подростков и детей из малообеспеченных семей. Всего таких набрали 30 человек. Целых две недели волонтёры, студенты из педагогической академии и классического университета будут развлекать школьников. Программа более чем разнообразная. Различные мастер-классы, посещение городских библиотек и даже парков отдыха. Внимание! Билеты на аттракционы за счёт спонсоров. Главная цель такой смены – профилактика детской и подростковой преступности. Благотворительный обед будет организован для ребятишек. И мы их здесь кормим завтраком и полдником. А вечером, вчера мы уже с родителями обсудили этот момент, вечером дома они будут их кормить ужином. Сами. Родители. И родители отвечают за доставку ребёнка сюда. Но в завершение к событию международного значения. Сегодня в Барнауле собрались молодые лидеры из Германии и Алтайского края. Но, естественно, не все, а те, которые занимаются туризмом и развитием сельского хозяйства. С немецкой стороны форум представлял барон Штудниц. Всю эту неделю немецкие предприниматели будут ездить по городам и весям Алтае и обмениваться опытом, оказывать методическую поддержку нашим предприятиям. Они все говорят и понимают по-немецки и по-русски. И это трудно сказать. Есть они россияне или немцы, это всё-таки, знаете, это наша совместная молодёжь, над которым мы делаем большой акцент, потому что это наше будущее. Ольга Калачёва, информационный канал, город. А мы продолжим. Т-34 сражает на повал. В Барнауле начали выращивать помидоры имени знаменитого танка периода Великой Отечественной. Почему томат получил такое убойное название и как овощ зарекомендовал себя, узнавала Лариса Куренкова. Наш пострел уже поспел. Но судьба танкового помидора могла бы сложиться иначе. Сорт выведен российскими селекционерами год назад и получил имя Т-34 совсем не случайно. Когда овощи решили запустить в производство, то сорта испытания проводили в Белоруссии, где условия и уход были не очень хорошими. Процесс оценки нового гибрида был заброшен, а зря. Выстрел получился мощным. Когда начали собирать урожай, то урожай оказался очень высоким и хорошим. И поэтому женщины как бы сказали, что он как танк. Именно овощеводы в теплицах и дали название этому гибриду. За его очень хорошую стрессоустойчивость. Естественно, за красивые плоды сливовидные. Сейчас помидоры на испытательном сроке в Барнауле, в совхозе индустриальный. Обычно одновременно сорта испытания проходит более 15 сортов овощей. И лишь 2-3 из них получают постоянную прописку. Наши специалисты смотрят, как овощи плодоносят, полюбятся ли потребителю. Томат Т-34, к слову, за несколько месяцев дал урожай массового поражения. Сейчас в теплице растет более 2,5 тысяч кустов томатов Т-34. И новички с апреля дают серьезный урожай. Специалисты уже собрали более 130 тысяч штук помидоров. Пожалуй, можно накормить целый полк. Хвалят Т-34 не только за высокую урожайность. У него необычная форма, похож на крупную сливу. Вес одного плода достигает 180 граммов. Вкус, конечно, на любителя больше сладкий. И аналогов новому сорту очень мало. В нем есть индивидуальные боевые качества. Он ближе к кистевому томату. Есть у нас кистевой томат Романа. Он ближе к этому гибриду. Но кистевой, который я говорила, томат Романа, тот он более мелкий. Ну и не такой мясистый. То есть этот плод более такой плотный, мясистый и вкуснее. Взять на вооружение Т-34 может и любой огородник-любитель. Помидор легко выращивать не только в промышленных масштабах, но и на грядках. Эксперты говорят, он только начинает наступление и вполне может завоевать любовь потребителей. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Они тоже только начинают завоевывать любовь зрителей. Это я о героях нашего традиционного интервью. Оказывается, в календаре даты событий есть международный день балалайки. Об этом знают далеко не все барнаульские музыканты. В Крыму, например, с 2010 года в честь этого праздника проводят фестивали. Кто знает, может и у нас это станет доброй традицией. Во всяком случае, собеседников Елены Кузовкиной эта идея заинтересовала. Слово моей коллеге. Сегодня мы и собеседники два музыканта оркестра «Сибирь». Игорь Ламзин и Владимир Щербицкий. Они балалайшники. Здравствуйте. Здравствуйте. Накануне все музыканты-народники отмечали профессиональный праздник. Он пока неофициальный, но тем не менее он есть. День балалайки. Вы отмечали этот праздник? Ну, конечно, приятно знать, что такой праздник есть. Мы, конечно, к сожалению, не очень были осведомлены о таком празднике. Но очень приятно слышать, что заинтересовались. А вообще, как давно вы оба играете на этом русском народном инструменте? Когда-то еще в общеобразовательной школе я неплохо пел. В общем, был солистом в школе, и меня учитель музыки отправил в хор, в Дом культуры железнодорожников. Я там маленько попел в хоре, я там солистом, конечно, не был. И вообще подумал, что петь может каждый. А там был оркестр. Вот русских инструментов. Приличный оркестр. И вот я туда на инструмент. Я и сейчас не великого роста, а тогда был маленький. И по рукам мне была только баллайка. Баян был тяжелый, а там русский оркестр все-таки. У меня было немного все попроще. У меня как-то один раз мама пришла и сказала, я записал тебе в музыкальную школу на баллайку. Ну, раз мама записала, рассказала, значит, надо ходить учиться вот так. И пошел в музыкальную школу, и все, потом закончил школу в музыкальное училище с 97-го года по классу баллайки у Зои Васильевны Абих. Потом Алтайские академии искусств и культуры. Ну, а потом вот поступил работать в оркестр. А как вы считаете, вот именно этот инструмент, он на сегодняшний день популярен, или все-таки хотелось бы, чтобы как можно больше ребят молодых учились играть именно на баллайке? На гитару много, на скрипку особенно, на фортепиано, а на баллайку почему-то набор не очень хороший. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше было. Как считаете, почему? Может быть, ребята думают, что это не модный инструмент? Ну, как сказать, не то, что не модный, может быть, многое же зависит от родителей. Видимо, больше надо пропагандировать, значит, нам надо больше работать. Мы сегодня с вами беседуем не случайно в таком именно составе. Вы еще и творческий дуэт. Как давно образовались? Много ли у вас произведений? Были ли уже сольные концерты? Или все это в планах? Дуэтом, к сожалению, у нас только первый эксперимент, но говорят, неплохой. Мы сыграли одну песенку новосибирского музыканта-балалайшника Вадима Шелепова на тему военной песни. Не военной, а из кинофильма «Песни Смуглянка». Всем очень понравилось, нам тоже. Мы сейчас учим еще, может быть, со временем сделаем концертную программу для двоих. У меня была сольная программа, но я играл соль на один. Володя тоже как солист выступал. А вот вдвоем мы только начинаем. В России много дуэтов именно балалайшников? Или это пока эксклюзив, так скажем? Дуэты есть, балалайка, баян, например, да? Балалайка, гитара, башков, тоже знаменитый, да? Да, вот именно, что будут две балалайки, дуэтом как бы не очень-то так... Так что вот конкретно дуэт, известный на всю страну, вот я даже не припомню, что вот именно две балалайки играли всегда вдвоем вместе. Ну, будем надеяться, как вы сказали, дуэт, известный на всю страну, в ближайшее время появится в вашем лице. И вполне естественно, что я хочу вас попросить сыграть ту самую, первую пока в вашем репертуаре песню. Спасибо вам за это замечательное выставление. С прошедшим праздником! Спасибо. А я напоминаю, что сегодня мои собеседники – музыканты Оркестра «Сибирь» Игорь Ламзин и Владимир Щербицкий. Быть или не быть еще одному празднику. На ближайшие сессии Законодательного собрания края, она состоится 26 июня, депутаты планируют рассмотреть предложение одного из своих коллег об учреждении в регионе Дня охотника и праздновании даты в сентябре. Окончательное решение региональных властей будет известно позже, а сегодня мы поинтересовались у прохожих, как считают они, нужен ли краю День охотника. Мне все равно, а тебе. Считаю, что нормально на самом деле. Только у нас осталось на самом деле очень мало и птиц, и животных осталось мало, на которых можно охотиться. Будет еще один праздник? Я думаю, никому не помешает. Я думаю, не надо, потому что убивать животных – это нехорошо. Ну так-то в принципе можно. Многие же люди ездят и на охоту, и на рыбалку. Ну люди, которые увлечены этим, для них, я думаю, что можно и учредить, потому что они настолько этим больны. И я люблю, когда мужчины заняты каким-то делом, когда у них есть хобби, какое-то любимое занятие. Я, во-первых, не охотник, только рыбак. Ну, а в сопе, это, наверное, любитель охоты. Я, например, как говорится, противник всего живого убивающего. Все живое, да хочется жить. Хоть муха-то, и там хочется жить. Поэтому я противник против охоты всякой. Далее наша традиционная рубрика хроники. Понедельник – день тяжелый, но зато все остальные будние дни могут быть не столь утомительными, если правильно отдыхать и совмещать приятное с полезным. Лариса Куренкова расскажет о некоторых мероприятиях предстоящей недели. Вторник подарит горожанам сразу несколько культурно-познавательных событий. В Барнауле открываются краевые рождественские чтения. В их рамках пройдет немало мероприятий. Все начнется со Всесибирского семинара молодых писателей. На протяжении нескольких дней планируются творческие встречи начинающих литераторов. Первая начнется 25 июня в 11 часов в Шишковке. Приходите завтра также на программу, посвященную 50-летию выхода на экраны одноименного фильма с участием нашей землячки-артистки Екатерины Савиновой. В Государственном музее истории литературы и искусства расскажут об истории съемок, пригласят именитых гостей. Начало в 15 часов. «Мой взгляд» — название очередной выставки в Зале Союза художников. Бийский живописец Валерий Баринов представит свои произведения в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. Экспозиция откроется 27 июня и будет работать месяц. Ну а если вы считаете лично себя творческим человеком, то можете блеснуть талантом на конкурсе фотографий «Солнечные лучики». ЗАГС Ленинского района принимает напечатанные детские и семейные снимки, которые должны быть качественными и оригинальными по сюжету. Формата начиная с 9 на 12, заканчивая А4. Работы принимаются до 16 августа. Их разместят на фотовыставке. Итоги конкурса подведут в конце августа. Напоследок приоткроем завесу предстоящих выходных. Барнаульцы смогут стать участниками веселого сабантуя. В программе праздника выступления фольклорных ансамблей, коллективов национальных диаспор, конкурсы, игры, национальная борьба, выставка предметов одежды и быта. Участники также смогут продегустировать плов, чак-чак и другие национальные блюда. Лариса Куренкова, информационный канал «Город». Каждую субботу. Добрый вечер. Итоги недели мы сегодня подведем вместе с гостем. Вместе с Татьяной Голубевой итоги недели подводят писатели, спортсмены, врачи, музыканты и предприниматели. Я думаю, что это только на благо города Барново. События политической, социальной. Безобразие просто. Очень неприятно и стыдно. Культурной и спортивной жизни столицы края глазами тех, кто живет в этом городе. Жителям должно быть удобно. В 19.30 на ТНТ. О спорте. Сергей Шубенков стал победителем командного чемпионата Европы. Барнаулец был первым на 110 метрах с барьерами с результатом 13,19 секунды. Теперь в его коллекции золото всех крупнейших турниров континента – летнего, зимнего и командного чемпионатов Европы. Интервью с королем барьеров мы покажем завтра. Юрий Борлис далее о других спортивных событиях. Цвет, звук, атмосфера спорткомплекса «Победа», болельщики – все соответствовало высокому статусу Кубка по тэквондо посла Кореи в России. 10 сборных федеральных округов сразились в этой разновидности спорта – ТК-5. В Барнауле проявляется самый большой интерес к тэквондо среди регионов России. И в различных спортивных школах у вас тут есть отделение тэквондо. Ваш международник Альберт Гаун известен по всему миру. Командная версия тэквондо ТК-5 – это предолимпийский эксперимент. Безупречно организовав процесс соревнований, корейцы наблюдают за реакцией зрителей, за интересом. На татами происходит все действительно живо. Это даже не стенка на стенку, как в дзюдо, а один спортсмен меняет другого прямо во время поединка. Свеженький, выскакивает на уставшего, потом с другой стороны. Высокая организация, высокий уровень соперников. Ну, то есть, показывает наглядно уровень российского тэквондо за последние годы очень высоко вырос. Сборная России в данный момент особенно сильна, но лучшие в Барнаул не прибыли. Они на сборах чемпионату мира, в Мексике он будет. Помимо лучшего на планете среди студентов, в Барнаульце Альберто Гауна, в команде, конечно же, бронзовые призеры Лондонской Олимпиады. Настя Барышникова из Челябинска и Алексей Денисенко из Ростова. Наиболее ожидаемая конкуренция от Ирана, Кореи и Франции. Мы идем туда с желанием привезти медали и привезти хотя бы одно золото. Есть сложности своего рода. Команда, конечно, у нас готова, да, но Высокогорье 2000 больше метров. В России у нас примерно 70, в Федерации развивает эту команду. В мире 200. Ну, представляете, привезти оттуда медаль, ну... Здесь же в составе сборной Сибирского федерального округа обладателями Кубка посла Кореи стали два алтайских тэквондиста. Евгений Колесников и Егор Парфенов. В финале мужская сборная Сибири нанесла поражение уральцам. А вот девушки уступили приволжскому округу. Что ж, желаем мирового успеха теперь нашему земляку Альберту Гауну. На днях он отметил 21-летие. У него настрой очень хороший, он, как говорит он, сейчас находится на подъеме, с хорошим настроением готовится к чемпионату мира и с большим желанием завоевать там как минимум призовое место. Юрий Борлис, Александр Антропов, информационный канал Город. Напоминаем, что мы ждем ваших звонков на мобильный телефон нашей редакции. Если вам удалось снять любопытное видео, это не обязательно авария или пожар, звоните нам по телефону 693-403. На этот же номер вы можете звонить в случае, если вам срочно необходимо вмешательство корреспондента, чтобы решить ваши проблемы. Мы ждем ваших звонков, напоминаем мобильный телефон нашей редакции 693-403. И о погоде. Во вторник в краевой столице ясно и солнечно. Северо-восточный порывистый ветер. Ночью до 10, днем до 20 тепла. Отличной вам рабочей недели и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»